Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снова начинаю снимать домашний влог. Я сейчас, кстати, сижу, жду доставку продуктов. Решила попробовать там заказать, потому что, на самом деле, для меня это очень удобная будет тема, особенно летом, когда дети дома. Как вы знаете, дети у меня не любят ходить по магазинам, и иногда с ними просто невозможно ходить. И, кстати, ассортимент в приложении, я заказала сейчас доставку через приложение, он намного, мне кажется, по крайней мере, намного больше и намного лучше, чем в самом магазине. Вот, поэтому мне этот вариант очень понравился с доставкой на дом. Мне прямо с утра пришло оповещение о том, когда примерно мне привезут. И плюс мне сейчас отзвонился курьер и сказал, что скоро подъедет. Это супер! На самом деле, я, кстати, посмотрела, у них на сайте есть такая история, что можно пластиковые пакеты, в которых вам привезут вот это все, все продукты, можно сдать им обратно, чтобы, ну, как бы, чтобы не засорять, да? Это очень классно, тоже очень здорово. Также я вам оставлю все промокоды на скидку для моих подписчиков. Обязательно переходите в инфобокс и смотрите. Ну, а я сегодня покажу вам, что привез мне курьер. Конечно, мега удобно, девочки, я ничего не могу сказать. Еще очень удобно то, что курьер заранее отзванивается, говорит, что там, во-первых, приходит смс-ка, ну, по крайней мере, вот мне пришло, да, что приедет примерно в такое-то время, да, и потом заранее курьер отзванивается и говорит, что вот я там, типа, подъезжаю, да, готова принять. И вот, то есть, сервис, конечно, потрясающий. В общем, сейчас я разберу, покажу вам свои покупочки. Итак, покупочек у меня немножко, но все по делу. Давайте с мяса начну. Во-первых, посмотрите, какой хороший кусочек говядины. Взяла вот, видите, 820 грамм у меня получилась говядина духовая без кости. Я собиралась ее потушить. Очень, смотрите, какой прям хороший-хороший кусочек такой. Прям я очень довольна, потому что, ну, часто очень говядина бывает такая, ну, не очень, по крайней мере, то, что вижу я. Вот, индейку, кусочек небольшой и вот такие вот колбаски. Это у меня муж уже бросил. Видите, колбаски для жарки с сыром. Вот такие вот. Так, дальше здесь тесто взяла. Вот это морозка, кстати, хорошее тесто. Мне очень нравится. Бездрожжевое. И вот такое дрожжевое по килограмму. В общем, брошу в морозилку, что-нибудь вкусненькое сделаю. Здесь у меня немножко молочки. Значит, вот такие йогурты взяла. У меня, кстати, муж тоже подсел на йогурты. Манго, маракуйя. Бананное чай. И вот такие активия. Вот такие вот. Это тут гранат красный чай и зеленый чай мята. Сосиски вот такие. Девочки, ядрё на копоть. Ой, кошелар какой. Не знаю. Видите, зима в тренде. В общем, да, супер. Колбаска небольшая, фитмейная. Папа может. Потом вот такой взяла. Карбонат. Славянский. Вот это великолужский мясокомбинат. Ой, вот это мою любимую штучку. Я себе взяла. Боже, как она мне нравится. Вот это икра красная, имитированная, слабосоленая. Вот именно Балтийский берег вкусная. Никакая другая мне не нравится. Именно Балтийский берег обожаю. Кушаю с огромным удовольствием на завтрак. Просто супер. Здесь ещё у меня колбаска вот такая зернистая. Молочка также сметаны 10% простоквашина. Молоко взяла. И здесь у меня ещё идёт хлеб. Значит, хлебный дом Бородинский. Потом вот такие хлебцы шведские. Очень вкусный фазор. Конечно, очень вкусное делает хлебцы. Прямо вообще хлебный дом тостовый. И вот такой ещё фазор овощный хлебцы. Тоже очень вкусные. Прямо очень. Здесь у меня ещё сок. Вот такой добрый. Здесь яблоко вроде бы. Яблоко цитрус. И вот такой черноплодная рябина малина. Так, здесь ещё кусочек сыра. Вот такой Эдем. Должен быть вкусный. Это я взяла себе. Миди. Опять же Балтийский берег. Тоже вот вообще эта марка. Балтийский берег. Очень мне нравится. Очень вкусные у неё продукты. Конечно, обожаю миди. Просто также взяла тунец. Вот такой. Буду делать. Хочу сделать салат. И взяла два салата. Вот такой. И вот такой. Больше, конечно, я люблю вот этот салат. Он очень вкусный. Хрустящий. Прямо обожаю его. Вот такой вот. Ну и давайте покажу вам сразу чек. Вот получился вот такой чек. И доставка, девочки, абсолютно бесплатная. Так что. Так что, да. Вот такая сумма. 3,139. Но всё поделаю. Считаю, что мясо, конечно, очень хороший кусочек. Посмотрите, какой. Ну прям реально очень хороший кусок. Я всё переживала за него. Думала, что какой-нибудь попадётся. А нет. Посмотрите. Так что вот такая у меня покупка. Девочки, а вот моя микрозелень, которую я посадила. Посмотрите, какая она стала уже. Вот. Я её уже раскрыла, потому что там написано, что как она вырастет, станет упираться в плёнку, надо обязательно её раскрыть. В общем, она у меня здесь стоит на кухне. У меня здесь лампочка наверху дневного света. И вот такая вот зелень у меня стоит. Скоро её можно уже будет срезать и скушать. Я её, наверное, на бутерброд даже положу. Вот такая вот, представляете? Красота. Ещё сейчас ещё хочу показать вам, девочки, свой заказ с сайта Ламода. Привезли мне, вот буквально недавно я делала заказ своему старшему сыночку. У него порвалась сменка. Ну это вообще нормально. Она не то, что даже там порвалась. Там подошва даже вся стёрлась. В общем, кошмар какой-то. Вот, и заказала ему другие. И плюс брюки, но себе кое-что. Сейчас вам всё покажу. Мне как-то писали, что подобного рода обувь, она как бы не модная. И для мальчика это нет, не стоит. Но у нас, к сожалению, в школе такие условия. Ну, к сожалению, может, к счастью. То есть, должна быть определённая обувь должна быть более или менее классическая. То есть, нельзя кроссовки, кеды и всё в этом духе. Но, по крайней мере, у младших классов и ходят, периодически проверяют сменку. И учительница потом пишет гневные письма, если кто-то не так одет и так далее. Вот, так что всё сейчас, давайте покажем. Так, и вот, сыночку заказала вот такие вот. Но я ему брала несколько на выбор, те которые подошли. У нас 37 размер ноги. Да, вот такие вот ботиночки. Ему понравилось на липучке, что можно здесь вот регулировать. всовывать ножку. В общем, такие обычные, простые, с дырочками носить на сменку. Очень даже неплохо. Я вам все цены подпишу, сколько мне во что обошлось. Вот такие вот, достаточно симпатичные, на мой взгляд. Вот такой вот марки полуботинки. Убавь детская. Вот, 37 размер, но скоро уже совсем не 37 размер у нас будет. Вот так вот называется марка. Также я старшему сыночку взяла вот такие брюки. Они ему, как правда, немножко большеватые. Но это хлопок, я думаю, немножко подсядут. На резиночке очень он любит тоже такой момент. В общем, будет у меня ходить и летом, и... Ну, в общем, да, и когда они в школу тоже вот такие обычные брючки. А себе я взяла вот такую куртку, снова от марки BeFree. Мне очень понравилась моя розовая длинная куртка. Ну, это такая тоненькая уже на весну, без подкладки. Видите? Но, кстати, все хорошо сделано. Хорошо сделаны швы. Очень мне понравилась. Тысячу с чем-то она мне обошлась. Я вам тоже подпишу. Здесь вот такие кармашки. Очень мне понравился ее цвет. И она достаточно теплая. То есть такая, ну, на весну будет вообще супер. Цвет, конечно, бомбический. И к этой куртке я себе взяла вот такой платок, на который я очень долго смотрю. Это стопроцентная вискоза марка Geass. Вот такая. Я его еще видела, ну, по крайней мере, мне кажется, именно этой расцветки я видела в магазине как-то, когда заезжала. В общем, у меня платок стоит, девочки, дороже, чем сама куртка. Но мне он очень нравится. Он подойдет мне под многие мои курточки. У меня есть такая серо-фиолетовая куртка. У меня серенькое пальто тоже очень хорошо подойдет к нему. В общем, такой просто потрясающий огромный платок. Я его расстелила. Вот такой вот он огромный. Здесь и зеленая, и фиолетовая, и синяя. И мне это очень понравилось. Мне понравилось то, что его можно складывать. И получается вот так фиолетово-оранжевой стороной. И вот такой зелено-синей стороной. В общем, платок очень классный. Сейчас я померю. Вот, мне кажется, куртки вообще вот так вот. Сюда будет просто-просто супер. Правда, эту куртку я планирую с джинсами носить. Но мне очень понравилось. Безумно прям. Красота-красота. Сейчас покажу, как смотрится все на мне. И вот, девочки, моя курточка на весну. Как вам? Мне очень нравится. Мне безумно нравится вот этот шарф. Я просто от него в дичайшем восторге. Я не знаю, посмотрите, как классно. Ну, надо его завязать нормально. Как классно смотрится с джинсами. Вот. Но она такая коротенькая. Это совсем-совсем на весну, на прохладную полгоду. Я еще раз повторюсь. Я езжу на машине. Поэтому для меня вот самое оно, что называется, с джинсами. Вообще классно. Сумочку сюда, мне кажется, тоже можно любую. Ну, у меня черная есть. Я, скорее всего, черненькая буду носить. Но цвет просто классный. Она, кстати, мне достаточно такая свободная. Я взяла эску. Вообще в жизни я ношу эску. И вот она, ну, так вот сидит. Хорошо, что называется. Вот. С шарфиком. Вообще супер. Мне так нравится вот этот шарф. Наверное, больше даже, чем куртка. Честное слово. Но мне очень нравится. Классно. Класс, класс, класс. Вот такая вот у меня история. Так что мне очень нравится. И за ту стоимость, за которую я отдала за эту куртку. То есть, смотрите, вон она мне свободно. Свободно очень сидит. Мне это тоже очень нравится. Класс. Очень, очень вообще безумная. Ну, я уже говорила, так как я много, большую часть времени я провожу дома или на улице. Ну, то есть, в разъездах каких-то, да. Поэтому для меня, конечно, актуальна очень верхняя одежда. Хочется разнообразия. Хочется что-то новенькое. Ну, и такой зелененький цвет на весну прям вообще будет супер с таким шарфиком. Мне прям очень нравится. Надо его как-то красиво мне посмотреть, как его завязать. Как-нибудь, чтобы так вот красивенько прямо было. Так что вот такая вот у меня покупочка. Я очень довольна, девочки. Прям безумно довольна. Супер. И вот люблю такие вещи. У меня есть и пальто достаточно дорогое, хорошее. Вот. Но вот такие вещи тоже иногда нужны для разнообразия. Супер. И еще сейчас хочу вам показать один свой заказ с сайта фармакосметики. Во-первых, показать, какой краской я пользуюсь. Заказываю я эту краску с сайта Soul Color. Но это один и тот же как бы сайт, да. Там просто наверху можно перейти. В общем, я вам ссылку оставлю. Посмотрите. Тут у меня было такое настроение. Хотела уложить свои волосы. Во-первых, мне надо покрасить их корнем. А во-вторых, хотела уложить как-то волосы, что-то закрутить их. Ну, такое настроение, знаете, было. Вот. И поняла, что у меня вообще никаких средств для укладки волос нет. Вообще никаких, девочки. Это кошмар. В общем, на этой почве сделала заказ. У меня, правда, сегодня такой влог получается с много-много покупок и так далее. Но, надеюсь, вам интересно. Надеюсь, вам не сильно достаю этим. Так что, вот. Сейчас покажу вам. Так, и вот мой заказ с сайта фармакосметика. Сейчас вам все покажу. Вот краска, которую я сейчас крашусь на трехпроцентном оксиде. Единичка. Просто черный. Базовый оттенок. Больше ничего сюда не добавляю. Ни с чем не смешиваю. Нравится, какой в итоге получается оттенок у меня. Он не совсем такой прямо синий-черный, а такой черный натуральный, я бы так сказала. Вот. Вот такой же, я не знаю, год, наверное, крашусь этой краской. Очень мне нравится. Делает волосы, мне кажется, даже лучше, чем они есть. И у меня, соответственно, большая бутылка вот точно такого же оксида к этой краске. Очень мне она нравится. Очень-очень. Так, и к окрашиванию я решила взять вот такой вот, это марка Estelle. Вот такой хромоэнергетический комплекс. На самом деле, это не что-то такое, что сделает ваши волосы, ну не знаю, лучше, чем они есть. Я как-то пользовалась одно время вот этим средством. Только раньше ампулы были такие прозрачные здесь, в таком длинной коробочке и прозрачные ампулы. Вообще, вот эту ампулу можно добавлять не только в краску, но и в какие-то маски, средства, которые вы используете. Вот. Но я помню, добавляла, кстати, в маски и при окрашивании добавляла. Ну, не скажу, что что-то супер-пупер, но я решила взять, что у вас, скажем так, защита. Вот, вы видите, здесь написано, придает волосам блеск. Тра-та-та. Не нужно повышение оксида при использовании вот этих средств. В общем, взяла как раз мне красочки. Вот эту краску, если окрашивать корни, тюбика мне хватает на два раза. Но я не жалею, скажем так. То есть на, ну, грубо говоря, на два месяца я крашу корни где-то раз в месяц-полтора примерно. Вот так вот. Также я от марки Олин. Кстати, очень неплохая марка. Очень даже, я бы сказала, хорошая. Лучше, чем от марка Эстель. Вот такую маску она у меня уже была. Я решила ее повторить. Как раз использовать ее после окрашивания. Видите, снимает раздражение, успокаивает кожу головы. В общем, очень хорошо, кстати, на волосы. То есть ее использовать и на кожу головы, и на волосы. Вот, очень мне, кстати, она нравилась. Вот я решила ее повторить. Хотя, мне кажется, раньше была другая упаковка у нее, мне так кажется. В общем. Но вот эту масочку могу вам посоветовать. Вообще, марку Олин тоже очень-очень вам советую. У них линейка Мегаполис очень классная. Так, дальше у меня здесь вот такой взяла шампунь против перхоти. Это для мужа я взяла. В общем, чтобы он у меня попробовал. Может, ему понравится. И может быть, он перестанет использовать свой Хэбл Шоу Марс. Потому что вот так вот выглядит упаковочка. В общем, ну, я тоже, кстати, попробую. У меня перхоти нет. Вот. Ну, в общем, изуда кожи головы тоже нет. Но можно будет мне попробовать. Так, дальше заказала я как раз-таки для укладки волос от марки Олин. Вот такой термозащитный спрей. Так как мне, в принципе, нравится марка Олин. Я решила, что попробую термозащиту именно от нее для выпрямления. Вот. Длительный эффект гладких блестящих волос. То есть мне как раз, чтобы они у меня не пушились, вот самое оно, что называется, будет. Также я взяла вот такое средство. Очень на него хорошие отзывы вообще. Ну, вот на эту линейку ОСИС Плюс, да. Очень много хороших отзывов. Там девочки пишут, что вот с этим средством не пушатся волосы. А так как это основная моя проблема. В общем, это средство типа такой водички для укладки. Которая в том числе, я вам ссылочку оставлю. Можете почитать. То есть ходить с распущенными волосами. В общем, решила взять. И также я решила взять вот такую бадью тоже по отзывам. Очень много положительных отзывов на вот такой лак. Сверх сильной фиксации, что он не склеивает. Это очень хорошо, в общем, для применения. Он что-то недорого стоил. Большая бадья. Мне так вообще на 100 лет хватит. И мне положили два вот таких пробничка. Я не знаю, что это такое, девочки. Из VR. Не знаю, что это такое. Надо будет почитать. Так что вот такой вот у меня был заказик. Сейчас как раз пойду красить волосы. Вот этой красочкой. И крашу я, еще раз повторюсь, корни. Вот сейчас принесла вам показать длину. Я сейчас тонирую вот такой маской, которая заказывала на Ламоде. Вот такой фирмы Кайпро. Очень мне понравилась эта маска. Она не сушит волосы. Она реально их тонирует. То есть там, где краска подсмылась, она ее восстанавливает, что ли, цвет. И даже наносила на корни и делает такой, не то чтобы она окрашивает прямо корни, но делает такой плавный переход от отросших корней до окрашенной длины. В общем, мне очень понравилась эта маска. Я ее использовала два раза. Не сушит, вообще не сушит. Делает волосы такими мягкими, гладкими, блестящими. Очень мне понравилось. Я буду теперь все время вот для длины своей использовать вот эту масочку. И буду ее покупать. Так что вот такие у меня два средства для окрашивания идут. Ну и немножечко тут всякого ухода и стайлинга заказала. Ссылочки все вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Вот это и, по-моему, вот это. Это сайт SoulColor. То есть вы заказываете, можете и там, и там заказать. И придет вам все, вот как мне в одной коробке мне все пришло. Вот такие вот у меня новиночки. А то тут моя котечка намывается. Я его этим мясом накормила. В последнее время он меня стал требовать, вообще он стал требовать колбасу. Колбасу, вот подавая ему и все. Но я подумала, что раз ты не хочешь кушать корм обычный, да, вот всякие там пакеты вот эти, вот то, что покупаю ему, паучи, да, они по-другому называются. Я думаю, буду тебя кормить тогда мясом, да. Касперюшечка, душечка. Зовут его Каспер. Вот, и вот я ему сейчас дала как раз говядинки. И вот он такой счастливый мальчик. Счастливый у меня мальчик такой вот лапки сложил, хороший. Вот. Так что буду его кормить мясом, раз он не хочет. Но от сухого корма он никак не хочет отказываться. А вот мяско кушает с удовольствием. Правда, колбасу выпрашивает, да. Кто колбасу выпрашивает? Вот. Такой вредитель у меня. Ну, в общем, бывает. Ему уже сколько? Десять лет. И поэтому, знаете, то один сухой корм он ел, то одни пакеты он ел, то еще что-то, в общем, ел. Поэтому, да, вот такой вот он у нас вредитель. Сейчас решил на мясе сидеть. Надо будет ему еще потом курочку. В общем, мяско, да. Вкусно тебе, Касперюша? Он такой довольный. Мама покормила его мясом, да. О, ты мой сладкий. Снова тут мой друг. Кстати, вместе с конфетами подарили. У него еще какая-то одежда была. Но в итоге сидит вот такой у меня. Свинюшка такая. По-моему, в прошлом году деткам вместе с конфетами дарили вот такие игрушки. Так что вот такой вот у меня получился блог. Куча-куча покупок онлайн заказов. Ну, так просто получается. На самом деле, очень люблю онлайн-шоппинг. И вы об этом знаете. И не первый раз. Я сейчас пойду красить волосы. Все ссылочки я вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Также промокод для заказов перекрестки тоже вам оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Так что на сегодня с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч.